В конце прошлого года на улице Первая Рабочая произошел прорыв водопроводной трубы. Дворы частных домов превратились в травмоопасный каток. Хозяева дома номер пять с досадой показывают, сколько бед натворила коммунальная авария. Вот это новый у нас фундамент, дренаж, и это все залито водой. То бишь из-под фундамента, из-под дома прет вода и замерзает. С той стороны еще похлеще. Забор вот этот вот мы поставили только в том году осенью. Новый забор. Его тоже поведет, его поломает. Кусты, сейчас там все в воде, вернее уже лед появился. То бишь корневая система погибла. Септик, септик заполнен и замерзший. По понятной причине подвал дома тоже затопило. Заготовки на зиму оказались в ледяной воде. По словам пострадавших, откачивать воду из-под пола за свой счет им приходилось уже восемь раз. 43 сантиметра толщина воды, чтобы не затопило нас. Поэтому и смотрим этот уровень воды. Значительный ущерб вода нанесла и дому номер три, хозяин которого едва сдерживает свои возмущения. Пострадало очень все плотно. Дело в том, что вода идет с этой стороны, и она идет под грунтом. У меня весь фундамент пристройки во льду, где-то полметра уже. Под домом, хорошо, что я насыпанный, он под домом проходит вся эта вода и переходит в ту канаву, с той стороны, и там уже заливает чуть ли не до следующего соседа. Воды деваться некуда, вы сами видите, ростверк уже весь задрало, забор уже пошел. Что будет дальше, я не знаю. Ну и фундамент весь там, естественно, там тоже уже его зажало весь. То есть, что будет весной, я думаю, что его порвет весь. Жители частного сектора рассказывают, что родник из-под земли бьет уже более месяца. Каждый день образуется все новое и новая наледь. Улица изрыта вдоль и поперек. Это следы бесконечного ремонта водопровода. Жильцов такие происшествия уже не удивляют. Слишком часто здесь прорывают трубы. Эта труба закопана в 50-х годах, ей уже 70 лет. Она вся гнилая, старая. 10 лет я здесь живу, вся система этого водоснабжения по этой улице периодически каждую зиму по 5-6 раз приезжают, копают, она рвется. Она уже сработала, она гнилая. Они хомуты ставят это, ну, и постоянно. Это вот сейчас зима теплая, более-менее как-то вот. Поэтому ее нужно менять однозначно всю же, вот по всей улице. Здесь люди живут как на мини, рванет, не рванет. Рассчитываем, что они, если есть прорыв, найдут и устранят эту причину. Последствия аварии работники местного водоканала пытались устранить несколько дней. Приглашали даже специалистов из службы метрологии. Найти поврежденный водопровод и локализовать утечку коммунальщикам удалось буквально накануне выхода сюжета в эфир. К тому же выяснилось, что коммуникации, которые проходят по данному участку улицы, на балансе города не стоят. Их нет в ведении Примводоканала. Выходят, они бесхозные. Но рвануть могут снова в любой момент. И наверняка аварийной службе Артемводоканала еще не раз придется побывать в этом районе. Отметим, что ветхость труб сейчас одна из главных сложностей в работе водоканала. Протяженность водопроводных сетей по округу 300 километров. Большая часть серьезно изношена. В прошлом году заменить удалось всего лишь 4 километра. Анжела Галышина, Илья Тишкин, Светлана Нурик. Городские новости.